По словам губернатора Алексея Русских, экономическая ситуация в регионе на фоне санкций требует постоянного контроля и принятия новых решений. Мониторинг показал, что самым высоким для ульяновских предприятий стал риск, связанный с поставками иностранных комплектующих. Продолжаем работу по поиску новых рынков сбыта для субъектов нашей экономики, выстраиванию логистических цепочек и поиску новых инвесторов, способных вложить в экономику региона средства для создания современных предприятий. С хорошими рабочими местами и достойной заработной платой. Одним из важных механизмов является участие региона в работе федеральных форумных площадок. Другой вопрос, на который обратил внимание Алексей Русских – инвестиционная политика. Работу региона по привлечению инвестиций положительно оценили на федеральном уровне в агентстве стратегических инициатив. Ульяновская область имела хорошую репутацию как площадка по привлечению иностранных инвесторов. Но с учетом текущей ситуации мы переориентируемся на внутренние инвестиции и делаем акцент на российской компании в области авиапрома, новых технологий развития малого и среднего предпринимательства. На территории региона идет реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Два последних года были сложными для отрасли. В 2020 году по международной торговле ударила пандемия. В прошлом году торговые отношения между странами начали восстанавливаться. Эксперты считают, что сегодня серьезным фактором, который будет влиять на мировую торговлю, станет новая волна коронавируса в Китае. Тенденция сохранится до конца летнего сезона. Ульяновская область планирует укрепить международные торговые отношения с Казахстаном с целью продвижения продукции на казахский рынок. На текущий момент торговыми партнерами Ульяновской области при экспорте является 54 страны и 80 компаний. По импорту 47 стран и 134 компании. В текущей сложившейся ситуации очень серьезно, безусловно, меняется ландшафт международной торговли. И для нас необходимо помочь компаниям региональным адаптироваться под существующие условия ведения международной деятельности и переориентировать экспорт на рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. 1 июня в Ульяновске стартует областная акция «Помоги собраться в школу». Ежегодно в ней принимают участие более 20 тысяч детей из нашего региона. В областном бюджете предусмотрено 39 миллионов рублей для закупки школьной формы и канцтоваров в рамках акции. Как показывает практика, в акции у нас участвуют и члены правительства, и депутаты, и благотворители, и фирмы, и общественные организации, которые неравнодушны, Матери России, семейная общественность, то есть полностью все подключаются к участию в этой акции. Поэтому ежегодно планируемое количество детей у нас увеличивается на 2-3 тысячи. Это те семьи, которые не могут подтвердить свои доходы, но тем не менее нуждаются в оказании помощи. Учреждения культуры Ульяновской области уже готовы к летней кампании. На территории региона находятся 632 объекта культуры. Все они прошли проверку антитеррористической безопасности. Выявленные недочеты должны устранить до 1 июня. Все объекты учреждений культуры имеют паспорта безопасности и категорию опасности. Поэтому в этом контексте мы готовы. Мы сформировали план мероприятий по всем муниципальным образованиям. Примерно в каждом муниципалитете в течение лета пройдет около 350 мероприятий, как для взрослых, так и для детей. Если мы говорим о детской кампании, конечно, это «Лето во дворах», проект, который не первый год реализуется в Ульяновской области. На заседании штаба также обсудили распределение дополнительных доходов областного бюджета, открытие шоу-румы региональных производителей одежды как ответ санкциям и обстановку заболеваемостью коронавирусом. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.